Вы уже более-менее делаете двойные толкающие руки, ходите, иногда согласование с ногами, пытаясь делать шоу, но я пока вижу примерно те же замечания, которые у меня были тоже какое-то время, даже когда Китай еще ездил, немножко грубая работа такая была за счет верхней части тела, это нормально, и нам нужно искать способы, методику, чтобы постепенно к мастерской уже подходить. Что я имею в виду, какие конкретно практические вещи на этом теле, сейчас я попробую продемонстрировать. Давай, начнем потихонечку. Вначале вы прямо еще раз по этапу пройдемся, на месте покрутили, мы начинаем на шагах, вот это согласование шагов, и у Сергея иногда вот так вот получается, то есть руки раньше тела, это первое, что надо устранить. Пока мы не группа, спокойно, спокойно работаем, видим, как тело работает, а потом вы помните, я потихонечку, потихонечку нащупываю легенько, да, дырочки, без напряжения проверяем здесь на отведении, ты тоже можешь это делать, да. Вот, смотрим, чувствуем партнера, детальки рассматриваем, да, здесь я смотрю, да. Иногда, видите, отводит, и такая ладонь, сейчас у Дениса проверил, у него все с этим хорошо, проверили. Фансун. Вот. Дальше можно чуть-чуть вот попробовать усложнить, вот на одной ноге он пока был, и я на одной проверил, а как у него с балансом, здесь, 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 то есть более такие. Вот здесь немножко прошел, вот, но наполовину прошел, потому что это не самое лучшее для атаки, то есть можно законтрить, но тем не менее, немножко дырочка есть. Итак, нащупываем дырочки, особенно, да, вот здесь это как для реакции хорошо, защитились, допустим, да, поработали. А вот теперь посмотрите, перед тем, как даже делать наши базовые шили, ту-шоу шили, я покажу те детальки, которые мне очень понравились, вот на крайней стажировке с Яолаши в Китае. Вот, он там выполнял какое-то шили, допустим, фуань, и он там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У него вот то, что в столбах делал, вот эта смена направления, она прямо ту-ту-ту-ту. Вот, и он на меня так посмотрел, так улыбаясь, и он понял, мы поняли, что вот это, я увидел эту работу, это настолько интересно, что ты ставишь партнера такую, замороженная там на лице, он говорит, когда он не может ни то ни сюда, вот, и вот это уже как раз, вот, да, здесь пощупал, то есть такие, вот, и при этом, вот сейчас чувствую у Дениса пока, а это сверху вот это, вот нужно сюда опустить, сейчас, да, мы расслабляемся, партнеры или вдвоем говорят, так, давай расфонсунемся, и попробуй снизу запустить, вот сейчас для себя покажу, вот это, вот это сверху, да, а вот это, видишь, нет, она сама как бы затекает, по большому счету, я усилий-то и не прикладываю, да, не обязательно каждый раз в какой-то момент, вот здесь вот, мягенько-мягенько, раз и прошел, а практически это уже выброс усилия, то есть можно относительно безопасно, спокойненько уже все вот эти вещи проверять, да, есть ли какие-то вещи, вот сейчас он, да, уже есть, повторяется, проверяя, да, вот при этом положении он убрал, уже защищается, да, теперь смотрю другие какие-то детальки, смотрю, насколько я могу сюда отводить, это потенциально уже такая техника, или для фэньгуа удобно, помните, да, как подготовить гугуа и фэньгуа, я смотрю, насколько я могу широко отводить, сюда отвел, это все, это мне очень удобно делать, поэтому, когда я отвожу, вы контролируете, чтобы я далеко не мог отводить, надо здесь уже переключаться, вот эти вещи смотрим, я смотрю, насколько низко могу упускать, то есть уже прощупываю, прощупываю все возможности, а самое главное, точно так же, как дегустация хорошего чая, вина, вы уже слушаете, это такие тактильные ощущения, где его сила, здесь, здесь, здесь вот детальки, сначала это может быть три градуировки, так, сильно вверху, там, средне-средне, а потом еще там уже там 5-10 уже вы различаете, увеличаете, в тонкость становитесь, вы уже такой уже, вот это и есть мастерство, когда вы учитесь делать, а уровень инструктора, когда вы ищете способ, как с этим быть, вот правду говорю, видите, да, как с этим быть, поэтому чаще фан-сун, что-то не получается, вы делаете базу, возвращаетесь и в базу, ищете вот эти проблемы, сейчас мы переходим к ту-шоу-шу-ли, и поочередно фуан-шу-ли, допустим, и очень мягенько обозначаем, задача коснуться буквально, но вот что еще хотел подправить, вы вот и Илья, вы часто вот так вот, ту-шоу-ли, сейчас покажу, как вы фолье, примерно, вот такую, а попробуйте, сейчас я покажу еще, вот на основании фуань, допустим, такое, не больно, но это уже реально, если по глазам, что это, али, попробуй тоже на фуань это сделать, ну, немножко, чувствуйте, немножко все-таки вот здесь лишнее, вот это, без напряжения, и вот это дырочки, ну, чуть лучше, но еще, он без подготовки, в любой момент, видите, вот это, это практически вот эти все техники, нормально, включено, но тут чувство нужно тоже соблюдать, да, да, вот эти все каратэшные техники, заходят, вот как раз из той шоу, так, это мы фуан, фэнь гуа, посмотрите, здесь фэнь гуа хорошо заходит, как и отсюда одна рука, отсюда, либо двумя руками, и можно протестировать, насколько партнеры реагируют, я еще, как, и еще интересная деталька, посмотрите, я иногда провоцирую, но с учеником работаю, я даю слабину, и смотрю, а партнер будет рад, атаковать или нет, или он отводит и не чувствует, что я ослабил. Это для него работа. А для меня работа, я проверяю свою реакцию, насколько я смогу защититься. Вот, давайте на эту руку, на фуане. Вот, я чуть ослабил, но немножко зажато. Вот, и проверил свою реакцию. Сейчас я тебе буду давать дырочки. Вот, не, не, зазор. Да, а ты пробуешь атаковать. Вот. Сейчас ты и даешь дырочки вот эти. Вот такая хищная охота. И смотрите, сколько у вас уже интересных таких вещей, которые можно работать. Но каждый раз, я даже сейчас вот начал работать, я почувствовал уже себя. Так, немножко здесь у нас всплыла сила. Остановились, расслабили, перехожу. Чуть более медленный режим работы. Все то же самое, дырочки даешь, да? Ну, уже более мягко. И вот в таком режиме я пощупал. Следующее. Следующее на заметку. Мы обычно ходим вперед-назад. Попробуйте вносить коррективы по перемещениям. Вот здесь изменил. А здесь где-то, смотрите, на фуань, допустим, приставной шаг. Он привык, что я обычно так хожу. А за тяги, за тяги, потом здесь пошел, да? Углы меняем здесь зашел, с этой стороны, с этой, то есть уже... Ну, это в режиме, когда не соревновательном, а таком спокойном. Вот сейчас мы с Денисом без особых таких атак, быстрых, резких, подвигаемся. Ну, попробуем уже шаги поварьировать. Немножко накрежу. Иногда можно так для себя аккуратно обозначать вот эти все техники, которые, ну, условно говоря, для самозащиты у нас. Вот такие, да, хайсю, да, где еще отработать? Если какие-то техники, сейчас какую-то делай, я специально подыграю, вот чувство здесь проходит, не среагировал. Я прошу, Денис, давай еще раз. Вот, и посмотрел, видите, здесь у меня. То есть мы уже смотрим и помогаем. Ага, для себя, вот это могла пройти или прошла. Давай еще повторим и постараемся устранить. Ну, вот где-то 5 пунктов где-то обозначил вам. Вот, потом по записи посмотрите. Попробуйте с этим поработать. Условно разбиваемся уже для тех, кто знаком, то и шоу. Условно мастер, кандидат в мастера спорта по ту и шоу. Вот что я посмотрел сейчас у вас и что часто встречается не только, да и в Китае, когда у вас очень амплитудные, широкие вот такие толки. Сейчас покажу, примерно так. Вот такие, разудись с плечом. Ну, есть желание ты показать, что вот я тебя затолкнул. Попробуйте переключаться от этого на... Помните, как фильм «Место встречи изменить нельзя»? Когда он пришел на встречу с этим преступником, сели на лавочке, поговорили, преступник ушел, он так и остался сидеть. Шило ему воткнули незаметно. Такие незаметные лаконичные вещи, но они самые опасные. Вот. То есть мы, как и в столбах тоже, как в шили, то есть мы в столбах, помните, уменьшаем микродвижение. А в шили, метод, любимый, как Денис понравился, сам, да? То есть я делаю пинтой, шили, переключу, в любой части траектории готов изменить направление, здесь вращаюсь, здесь проверю. Вот эти вещи вы должны Мао Дунь сюда включать. То есть исходить от широких амплитуд, однонаправленные, когда у меня... Я чувствую, что против только сюда будет идти, отпущу, он еще по инерции еще какую часть траектории сделает. А уже искать здесь Мао Дунь. Поэтому мы потихонечку используем... Пощупал, мя-мя-мя-мя-мя. Пощупал, пощупал, пощупал. Такая игра, да? Но в этой игре есть уже... Когда я на таком тонусе делаю, я могу резко взорваться. А когда я делаю вот такие... Это будет силовой толчок. Просто силовой толчок. А у нас все-таки мы должны нашу изюминку, это фали, научиться включать в фали, это вот тух, такой короткий взрыв, тух, то, что мы пух нарабатываем. Вот его надо здесь и поискать. Слушай, где он? Вот это прошло. А что это? Это по глазам и какое-то время делай, что хочешь. Какое-то время он какой-то безвижен. И не надо тогда вот этой большой силы. Понимаете? То есть мы условно... Вот я сколько показывал, почему спортивное шоу, то, что я вижу, мне не нравится. Потому что там либо они на месте стоят, кто кого выведет. Иногда в таких невообразимых положениях толкают там, ну, далеко от жизни. А здесь у нас взрывное усилие, которое может быть или по классике как удар кулаком, так и вот такие точно любые, такие, 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 такие вещи по глазам, горло. То, что мы на высшем уровне в карате изучаем, там на первом, на втором, на третьем, на технике. Вот. И здесь мы вот это можем все нащупывать. Слушаем внимательно, где, 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 нащупаем дырочки. Вот. Можно по договоренности, сейчас я поделаю, потом дам Илье нащупать вот эти... И как раз бесконтактно, но так чувствую, на ощущениях. Такую технику пощупали, да? Есть, пощупал. Вот. Мы не так часто ноги подключаем. Есть, пощупал. Вот это переднее особенно хорошо такое. Но здесь бить не надо, а просто... То есть мы постепенно уже выходим на такое, классик, все, чем можно бить. Где-то, где-то локтем, но это все подробно. Контроль, конечно. Здесь, пощупал. Посмотрел, можно остановиться, партнер дает возможность. Сейчас тебе задание вот в такой форме, я даю тебе возможность работать. А где вот это? Нет, вот так. Часто еще, видите, вот так делаете. А нужно... Ту-ра. Взрыв. Ту-ра. Окей, где? Смотрите. Смысл... Я заметил у Яо, там по классике есть Шишен. Вот. Но он часто... Я вот манеру почему-то взял. Я прошу иногда перевозчика нашего перевести, что он говорит. А он что, междометия какие-то выкликнет. Ну вот, даже что-то объясняет. И вот это голосом... Сейчас давай еще раз покажу. Непонятные звуки, но они помогают диафрагму собрать. И мне это заметно помогает. Не важно, что там произносишь, но это помогает. Не обязательно, но я смотрю... А когда молча, по-партизански, можно иногда, но... Мне уже нравится вот это, как у Яо взял. Поехали. Сейчас ты делаешь. Ну, Кюкушиновский классик. Как у нас на зимней школе один дословно там делает ката. Кяй! Вот ты что творишь? Я заметил, это уже детальки. Сейчас это не голос касается. Перед тем, как делать, это уже детальки, которые различаете. Сейчас покажу на тебе. Допустим, Фуэй. Вот ты делал. А потом делаешь. То есть я почувствовал, что ты сейчас будешь делать. Вот это некоторое расслабление, подготовку, я его слышал. Обрати внимание, у меня это все дело без подготовки. Я как иду, оно прямо шло-шло, и не заметил, молду не изменился. А у тебя бы это выглядело, наверное, вот так вот. О! Понимаете? Вот эти маленькие детальки, незаметные, они вот уже и есть. Вот то, чего я хочу, чтобы вы научились делать. Потому что вы более-менее научились, научились толкаться. И больше 100 килограмм, конечно, если ты уже... Да победишь. Но с возрастом, и в чем искусство боевое, в том, что мы учимся, уже даже когда там силы, может, внешне уменьшаются, но мы ищем свои ресурсы за счет головы, за счет вот тонких деталей, к молодому формулу надо все равно поддерживать. Ну, это вот интересно как раз, поискать тонкости детали. Иначе, это вот первый уровень человек не знает, и используя свою силу и уже какие-то навыки, Лия по-любому там по разным правилам переиграет. Но если два или их таких столкнутся, как вы сейчас делаете, то это будет вот уже сила на силу. Помните, мы как-то опробовали соревновательный вариант той шоу, ну, вот выглядела такая сумо. Вот. А нужно выходить на третий этап. На третий этап, и здесь проблема сила. Нужно от нее немножко отойти. Видишь силу? Не используй силу. А вот это тонкое. Стереотип поменять, понимаете? Вот попробуйте с этим поработать. Спасибо. Продолжаем.